Привет, ребята! Это YouTube-канал Красньюз, и я журналист Дмитрий Полушин. Хотелось бы подвести итоги акций протеста, которые были в январе, в начале февраля. Итоги, конечно, подводить вообще рановато, но коль уж их подвели представители штабов Навального, то я думаю, что можно и сторонний взгляд тоже выразить на ситуацию. Леонид Волков, правая рука Навального, заявил, что главным итогом протестных акций стала демонстрация испуга Владимира Путина. Я считаю, что он демонстрировал не испуг. Путин продемонстрировал, что он именно такой деспот и диктатор, каким многие из нас его и считали. То есть он глазом, не моргнув, возьмет и отправит на протестующих вооруженную армию, Росгвардию, если потребуются, БТРы и танки, и разгонит вас, как пушечное мясо, без колебаний. Потому что объявил, казалось бы, конституционные вещи, мирные сборища, митинги и даже пикеты вне закона. Используя пандемию, используя какие-то лазеечки в законах. Причем часто ответственность за это несут губернаторы. Путин ни при чем. А в итоге все мы оказались вне закона с нашими инициативами. Одна из важных причин нынешней ситуации в том, что власть делает все, чтобы избавиться, запретить уличную активность. Вы задумаетесь, уже почти год, когда любые акции протеста в России вне закона. Все. Любые шествия, митинги, протесты, пикеты. Все вне закона, даже то, что по конституции. И власть может ослаблять какие угодно режимы. И в ресторанах, там, то до 11, то до 9, то до часу ночи. Снимают что угодно. Но никогда эта ситуация, эти разрешения не касаются акций протеста. И все под заклинаниями о пандемии. Хотя, вы посмотрите на статистику, после акций протеста 31 января, 23 января, никаких вспышек-то нет пандемии. Посмотрите на статистику. Наоборот, процентов на 10 количество заболевших, количество умирающих снизилось. О чем это говорит? А вы видели эти акции протеста? Многие идут в масках. Многие плюются, конечно, протестуют, как такие ковид-диссиденты. Я сам против масочного режима, потому что считаю, что он не поможет. И я считаю абсурдным носить маски тем, кто, к примеру, переболел ковидом, имеет антитела. Или тот, кто привилки поставил. Тогда зачем они все это сделали? Вы уже им даже ковидные паспорта дали. И все равно эти люди должны избегать мест скопления людей, носить маски. Ну что за ерунда? Для чего это весь абсурд? Так вот, возвращаясь к главной цели сегодняшнего видео, в стране начали заканчиваться люди. У нас заканчиваются вожди протестного движения. Подумайте об этом. Но они заканчиваются не от того, что вот они естественным образом, каким-то образом происходят, их убыль. Нет. Власть борется, лишает их права говорить, арестовывает. Отправляет либо под домашний арест, как Платошкина, запрещая выступать. Отправляя в СИЗО, как Анатолия Быкова, и который уже не критикует ни краевую, ни федеральную власть. Таких героев, которые шашкой наголо, как Навальный, просто цинично и путем беззакония отправляясь за решетку. Назовите еще, много ли вы знаете реальной оппозиции лидеров, которые, очертя голову, могут идти вперед, вести за собой. И, может быть, вы не заметили, но в регионах, на самом деле, по принципу, святое место пусто не бывает, потихонечку, помаленечку, взрастает новая позиция. Новое поколение активных людей. Потому что даже те, кто был активен совсем недавно, год-два назад, они ушли в сторону. Анализируя ситуацию, понимают, что быть в открытой оппозиции, в такой враждебной, агрессивной, сегодня опасно. Опытные политики уходят в сторону, оставляя эту нишу свободной. И вот я хочу спросить, а не хотите вы на нее зайти? Не хотите вы поучаствовать в том, чтобы в себе взрастить политика, активиста, общественника? Вы знаете, ребята, а я хочу вам в этом помочь. Если вы чувствуете в себе силы, если вас распирает от желания проявить себя, сказать правду, донести свои взгляды, если вы умеете говорить. Но все, что у вас есть сегодня, это комментарии в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм. Хотелось бы на большую площадку и сказать всю правду матку. Пожалуйста, записывайте видео. Вот как я сейчас. Делитесь взглядами. Будь то они такие общие, как сейчас, либо конкретные, с конкретной программой, с конкретной ситуацией, с разбором. И присылайте на почту newssobaka.crasnews.com Она, кстати, указана в описании видео. А в Инстаграм получен нижнее подчеркивание ДВ. Найдите в Телеграм, там наш канал Крас Телега. Подпишитесь, и очень бурный у нас чат. Так вот, в ситуации, когда очень стремительно заканчиваются у нас вожди, лидеры и оппозиция, пора прекращать мыслить категориями, что вот объединится кто-нибудь, единомышленники, соберется толпа, люди, выйдут на улицу, и я присоединюсь. Вы же увидели, что власть легко научилась бороться с коллективами, с толпой, с митингами, с шествиями. Просто люди оказываются в мышеловке, в капкане, и всех упаковывают в автобусы и развозят на автозаках в отделение полиции. Почему же так тяжело бороться было с Навальным, с Быковым, с Платошкиным? Потому что это, прежде всего, публичные, яркие личности, лидеры общественного мнения, кому прислушиваются. Но эти люди таковыми не родились, они создали себя таковыми. Шаг за шагом. Никто не рождается ни блогером, ни журналистом, ни правдорубом, ни активистом. Это труд над собой. И победа над собой ежедневная, усилие над собой. Трансформация себя, улучшение, самосовершенствование. Я предлагаю вам вступить на этот путь. Записывать видео, присылать. Я буду размещать это в Ютубе для того, чтобы вы входили в это активное общественное пространство. Сначала вы будете активны в Ютубе, в социальных сетях. Но поверьте, через считанные недели, месяцы, кому-то потребуются годы, вы будете мастерами слова, мастерами публичных выступлений. Вы уже будете яркими персонами на любом митинге. И когда десятки, сотни таких уже подкованных, зрелых людей выйдут на улицы, а к этому мы обязательно вернемся, когда эти люди объединятся уже в могучий, зрелый, опытный, умный кулак, то и толку, и угрозы власти от такой общности будет больше. Потому что тогда это будет уже не какая-то такая неподготовленная, незрелая, слабенькая, сырая толпа. Это будет объединение зрелых, политически грамотных, подкованных людей. И вот это будет по-настоящему уже подготовленный отряд. Нет, не толпа. Потому что толпа это обидное слово. Мы не хотим идти за поводырем, за пастухом. Мы все умные люди. Но требуется сейчас делать шаг вперед. Внутри себя. И для себя. А через это и для всех нас, и для страны. Подумайте об этом и присылайте видео на почту newssobakakrasnews.com Я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok